Кандидаты в кандидаты. Подробнее процедуру праймерис обсудим с нашими гостями в студии Ефим Фикс, первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым, Сергей Додонов, депутат Государственного Совета Республики Крым и Эрвин Мусаев, участник предварительного голосования Единой России в Бахчисарае. Итак, господа, в рамках предварительного голосования фактически будет сформирована команда Единая Россия, с которой она пойдет уже на очередные выборы осенью. Ефим Фикс, а насколько Единая Россия нуждается в этом обновлении своих рядов? Ну, прежде всего, я хочу вот о чем сказать, что многие годы, ну еще с тех украинских времен, все время, как только начиналась избирательная кампания, сразу запускался такое требование. Немедленно открытые списки. Что такое открытые списки? Уже много лет прошло, я так и не понимаю, что такое открытые списки. Вот я не могу понять. Кстати говоря, и сегодня тоже там требуют у них там открытые списки. И когда мы вышли на решение вопроса, а для Крыма это впервые такой опыт, мы прошли предварительное голосование в 2016 году на выборах депутатов Государственной Думы. Но это как бы было, вот 6 человек, или там 7 человек у нас было, кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, как-то оно незаметно прошло. Сегодня почти 3000 кандидатов, вы правильно сказали, кандидатов в депутаты, это члены партии, сторонники партии Единая Россия, которых партия рекомендует для принятия участия в предварительном голосовании. И, безусловно, те люди, которые изъявили желание попробовать свои силы, попробовать свои возможности, попробовать дать себе оценку в этом вопросе. Вот сегодня можно со всей очевидностью сказать, что организовывать предварительное голосование может только сильная партия. Только партия, которая имеет тот потенциал возможностей, которые можно поставить для того, чтобы они принимали участие в предварительном голосовании. И поэтому партия Единая Россия, кстати, единственная, по-моему, партия в Российской Федерации, но, во всяком случае, в Российском Крыму, которая принимает участие в предварительном голосовании и выставляет своих кандидатов, вернее, претендентов, выставляет 26 числа для участия в этом очень важном деле. Сергей Иванович, ну вот избиратели в большей степени представлены в качестве членов партии или ее сторонников, да, и, в принципе, логично, если это праймерис внутри Единой России. Беспартийные, тем не менее, они также могут принимать участие, а я знаю примеры, где даже человек из другой партии, он участвовал в дебатах, в принципе, для того, чтобы проверить свой рейтинг, проверить свою узнаваемость и готовность избирателей, там проголосовать или же нет за него. То есть, можно говорить о том, что этот механизм могут использовать и другие политические силы, почему не используют? Ну, почему бы и нет, использовать его необходимо, потому что, на мой взгляд, это самая демократическая процедура, если бы так сказать. Сегодня каждый желающий может в соответствии с оговоренными требованиями предоставить свои документы и пронять участие в процедуре предварительного голосования. Почему не проводят другие партии, если согласен с Ефим Зисичем, в том, что действительно должен быть ресурс? То есть, в чем заключается ресурс? Это значимость политической силы в регионе, это достаточное количество и сторонников, и достаточно разветвленная партийная структура организации. И самое главное, это действительно результаты работы партии в регионе. Я думаю, что другие партии, да, они тоже проводят свои какие-то социологические опросы, свои какие-то срезы у избирателей, то есть, только это проходит, ну, в виде там безличностного общения. А здесь действительно публичная площадка, на которой каждый может представить свою позицию по тому или иному вопросу, представить свои идеи, представить свои мысли, которые, возможно, попадут в программу партии на следующую пятилетку и которые станут основными целями по реализации намеченных программ. Я хотел бы здесь, вот вы сказали, внутри партийное дело, это далеко не внутри партийное дело, ибо предварительное голосование предполагает вот 26 числа два подхода к решению этого вопроса. Во-первых, кандидаты в депутаты Государственного Совета или желающие принять участие в предварительном голосовании по выборам Государственного Совета Республики Крым во всех 11 городах Республики Крым и в трех поселениях, это Доброе, Гвардейское и еще одно поселение, значит, в Симферопольском районе, будут предварительные голосования. Это те же выборы, открытые выборы, как они будут проходить в 8 сентября этого года. То есть избирательные участки, любой желающий, не только член партии или там сторонник члена партии, любой же крымчанин, любой желающий, он может прийти, он может зарегистрироваться, взять бюллетень, посмотреть. Если мы говорим об избирателях, то здесь действительно, это всекрымская история. Всекрымская история. Александр имел в виду, что именно в качестве участников предварительного голосования... Я говорю сейчас о том, что... Нет, предварительное голосование мы знаем... Давайте спросим вообще у Ирвина, это его первый политический опыт, наверное, он, так сказать, на свежую голову нам расскажет, да? Ощущения свои. Ощущения, вот насколько сложно было собрать документы, поучаствовать в дебатах. Зачем вообще Ирвина? Ну, есть желание, есть сила идти, быть полезным обществу, в котором мы живем, вносить пользу в развитие как муниципального образования, депутата которого я иду, так и работать во благо Крыма. Все-таки есть определенный опыт и вот это желание, которое все-таки не дает мне спокойно сидеть на месте. Но желание одно, а вот конкретные предложения по развитию того же Бахчисарая есть? Ну, конкретно хочется, там будут реализованы и национальные проекты, и Минэкономика, и хотелось бы, чтобы Бахчисарай развивался со всех сторон, не только как туристический регион, а все-таки и реализовывал свой потенциал и в АПК, и в промышленности, и это становилось таким центром притяжения для всего Крыма. Вот, ну, двигаемся вперед и, надеемся, будем полезны для города и для всего региона. Арвен, ну, мы с тобой коллеги не только в плане журналистики, но теперь участие в предварительном голосовании, да, я подал свою тоже кандидатуру. Ефимович, ну вот, действительно, большое количество подало заявку, да, порядка 5 тысяч человек. 5 тысяч человек на чуть меньше 3 тысячи мандатов. Это очень внушительная цифра, а от чего вдруг такой необузданный интерес к политике в Крыму? Ну, наверное, наверное, вот эти 5 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, тот огромный, огромное движение, которое мы сегодня видим в России, в российском Крыму по социально-экономическим вопросам, по развитию гражданского общества, по вовлечению молодежи в политические процессы. Общественно-молодежное движение. Вот мы недавно только сформировали молодежный парламент в Государственном Совете. Я вам хочу сказать, что вот я даже по себе, председатель комитета молодежного парламента по государственному строительству и местному совправлению, это та должность, которую я занимаю, как, кроме того, что я первый заместитель председателя Государственного Совета, я хочу сказать, она мне, девочка приходит мне каждый раз, значит, а вот как тут, а вот я хочу это, и приходится. То есть этот потенциал мощный. То есть активность, нужно активность. Да, и активность. И те задачи, которые стоят перед Крымом, они, конечно, создают такую предпосылку для того, чтобы люди пробовали свои возможности, свои силы для участия в предварительном голосовании. Мы уже говорили, это члены партии, ну и очень много людей, которые не являются ни членами партии, ни сторонниками, безусловно. Но тем не менее, Юрий Федорович, они выбрали именно эту политическую силу. Потому что эта политическая сила, во-первых, мощная, во-вторых, политическая сила, которая имеет программу для решений. Получается, если человек беспартийный, он участвует в праймере с Единой России, он уже потенциально готов... Реализации программы, да, да. И у нас есть задача, значит, не исключен такой вариант, не исключена такая ситуация, когда человек, не член партии, просто, ну, беспартийный, решивший попробовать свои возможности, получит поддержку людей. Поэтому мы с этим человеком будем работать, и для того, чтобы привлечь его потенциал, его возможности, и представить ему политическую поддержку в лице партии Единой России. Сергей Иванович, а вот действительно, а как будете работать? Готовность-то вы выразили насчет работы внутри партии, а сама партия готова к этим внутрипартийным каким-то фракциям, дискуссиям, да? Если новые люди вливаются, они, безусловно, влияют на уже устоявшийся порядок дел. Готовность, ты с вами согласен, сколько людей, столько мнений, да, но именно при столкновении различных мнений, то есть, наконец-то, проявляется какое-то общее консолидированное решение. Испорье рождается истина. Да, самое главное, чтобы страсти не накалялись, и истина не испарялась, образно говоря. Такого у нас нету, потому что действительно выстраивается диалог, действительно важна аргументация, а не просто желание, как говорится. То есть, желание-то хорошо, то есть, но оно должно быть подпитано какими-то определенными знаниями, аргументами для того, чтобы мы менялись, изменялись, формировали новую программу. Ревина, вот здесь сегодня... Да, как новичок хотел бы сказать, что это действительно так, потому что вот на первых встречах, когда мы там с ячейкой своей встречались в муниципальном образовании, так сначала чуть косились, там, а зачем, а почему, но потихоньку, когда я стал внедряться, там, инициативу предлагать, где-то, ну, все-таки на телевидении второй год, да, то есть, есть понимание, где как лучше выстроить, чтобы общественность увидела, услышала. Уже я смотрю, например, прошло два месяца, сегодня уже не то, что смотрят, а с дружелюбностью встречают, то есть, такая теплая атмосфера. Я вот не устану повторять, что, на мой взгляд, политики и чиновники, они, помимо профессиональных качеств, должны обладать хорошими ораторскими способностями, потому что они разговаривают с людьми и слушают людей. Вы знаете, сегодня у нас три встречи были в Сахском районе, городе Саки и Евпатории. И Владимир Андреевич Константинов, он одну очень важную, интересную мысль высказал. Для политика, вот для певца что важно? Для певца важен голос, да? Если певец не поет, то это не певец. Так и для политика важно уметь разговаривать с людьми, уметь общаться с людьми. Слушать и говорить. Слушать и говорить. И вот то, что происходит в рамках предварительного голосования, если человек испытывает себя, человек пробует вот эти первые шаги делать, не всегда это получится. Ну, может такое быть, да, принял участие человек, но не получил поддержку. Но опыт, который он приобретет, это очень важный опыт последствий. Потому что партия же тоже, она предполагает, даже те люди, которые принимали участие в предварительном голосовании, но не получили тут необходимую поддержку, то есть по рейтингу, но не получили ту поддержку. Это люди не ушедшие, то есть прошло и до свидания. Эти люди будут потом вовлекаться в общественно-политическую деятельность в перспективе с тем, чтобы они пришли на смену других людей. То есть Ефим Зисич, они уже изъявили как желание работать в команде, они формируют фактически эту команду. Господа, ну вот ни в опыте Ефим Зисича, ни в вашей сомневаться не приходится. Да, вот как у Эрвина, как у представителя уже нового формата, который пробует свои силы в этом направлении, хотелось бы спросить, что сейчас помимо стандартной формы голосования появилась еще электронная форма. Вот чем больше молодых людей приходит, тем больше внедрения этих. Насколько общаешься со своими потенциальными избирателями? Насколько готовы они участвовать в этом электронном голосовании или все-таки приоритет по старинке Курни? Ну смотрите, очень большая работа шла на то, чтобы через госуслуги активизировать население для голосования, но в какой-то момент, буквально сутки назад, объявили, что голосование через госуслуги не будет проводиться. В связи с этим все-таки все будет проходить по старинке, как в старые добрые времена. Но тем не менее есть сайт предварительного голосования, где можно заполнить заявку и проголосовать в мае. Это была основная работа в последние сутки, чтобы перенаправить молодое население для активизации и голосования через электронные системы. Ефим Ильич, вот достаточно много среди кандидатов, я просматриваю эти списки, все-таки конкуренты отчасти. Я не считаю их только конкурентами, на мой взгляд, в какой-то мере они единомышленники. Конечно, безусловно. Много людей приезжих. Могут ли они реально быть полезны, учитывая, что спецификой крымских проблем, наверное, не в полной мере владеют? И если говорить о партийном интересе, то и узнаваемость как таковая пока отсутствует. Вот для этого есть и предварительное голосование, для этого есть и работа. Предварительное голосование это же не значит, подал документы, там огромную кучу документов, как вы сказали. Подали документы, все, и ждешь, ждешь, как тебе объявят рейтинг. Для того, чтобы принять участие, ты получил поддержку какую-то, тебе нужно протопать от двери к двери, от квартиры к квартиру, от дома к дому. Это непростое такое дело. И встретиться, вот Ирвин, он впервые участвует в этом деле, он это уже почувствовал. А Сергей Владимирович, он уже заканчивается наша каденция. Вы спросите, сколько он уже сейчас, будучи пять лет на своем избирательном округе и возвращается к свой избирательный округ, ну, пробует еще раз вернуться в свой качестве депутата. Вы спросите, сколько он сейчас топает по своему округу и ножками. Значит, опять пытается, не пытается, а доказывает свою состоятельность, несмотря на то, что пять лет на его округе действительно очень много сделано. Я предлагаю, вот, если, желаю, конечно, успехов на голосовании, на выборах сентябрьских, и если наши избиратели в очередной раз окажут вам доверие, может быть, мы в качестве подарка шагомер, Сергей Владимирович, и прямо идем, мы узнаем, сколько он хотел. Шагомер это есть у каждого мобильное предложение. Но на самом деле, вот это вообще... Шагомер нужен не только для качества кандидатов в депутаты. Шагомер нужен вообще людям для того, чтобы поддерживать физическую форму. Ну, на самом деле, действительно, когда ты встречаешься, когда ты проводишь дворовые встречи, когда ты встречаешься со своими избирателями, ты не то чтобы понимаешь, ты формируешь проблемы заново, потому что ты что-то сделано, действительно сделано. Совершенство достигнуть невозможно, это как ремонт в доме, да, вы можете его начать, но никогда не завершить, его можно только приостановить. Так и здесь. Человек по своей натуре, он перфекционист, он стремится всегда к лучшему. То есть, и поэтому, достигнув одного, мы начинаем достигать другого. Допустим, были такие случаи, когда мы встречаемся, рядом установлена нормальная детская площадка, все говорят, да, площадка хорошо. Почему трава не покошена? То есть, вопросы возникают, вот исходя из того, что... Ну, понятно, покосили траву, почему забор не побили? Ну, это правильно. Это совершенно объективные вещи. Объективные вещи, да. То есть, и самое главное, во многих случаях, ведь наш избиратель не требует, чего-то заоблаченного, он требует действительно системной работы, он требует подвижения. Или же, если не сделано, то объясните, почему. Объясните, когда это будет. Но если вы сказали, что это будет сделано в 2021 году, сделайте в 2021 году. Здесь вот как раз не только консолидация происходит, это хорошо у нас, есть в республике исполнительные власти и законодательные власти, это помогает действительно выполнять принятые обязательства. Ревин, а вы готовы устанавливать площадки, косить траву, белить заборы? Естественно. Не, ну хочется вот как раз-таки жителей своего муниципального образования активировать. Но вы, я прошу прощения, вы вот первоочередное направление какое выбираете? Как общественный деятель? Или все-таки планируете в каком-то комитете, там, депутатскую зарплату? Зарплаты не надо. Зарплаты не надо. Я просто знаю, что я, допустим, журналистику абсолютно не брошу. Ну, я тоже не брошу, это такое направление, которое, если раз пришел, уже потом бросать не хочется. И плюс, наш плюс Ревин в том, что мы, как журналисты, всегда в курсе проблем крымчан, потому что на телевидении они обращаются с этими сложностями. Ефим Зисич, ну, я вот смотрел на сайте ПГ, да, есть личный кабинет у каждого кандидата, и безусловно, это правильно, там потенциальные избиратели могут ознакомиться, какие-то биографии, личная информация, какие-то посты, но я хочу отметить, что далеко не все участники предварительного голосования активны в заполнении этих информационных постов. Почему? Я думаю, что это не... Это для галочки или... Нет, вы знаете, ну, есть же разные формы общения с людьми. Кто-то заполняет там лично в кабинете свои данные там или что-то такое, а кто-то, как мы говорили, ножками топчет свой избирательный округ. А тогда зачем на сайте предварительного голосования эти данные устанавливать? Есть возможность для того, чтобы человек... То есть представляется такая возможность, чтобы человек на сайте имел свой личный кабинет и мог тоже общаться в этом вопросе. Вот лично для меня, честно я вам хочу сказать, такая огромная нагрузка, кроме того, что, ну, как кандидат на предварительное голосование, кроме того, у меня еще миллион вопросов связаны с организацией вот этих всех вопросов и так далее, и так далее. И заниматься личным кабинетом просто физически нет времени. Но это не значит, что я не встречаюсь с людьми и так далее. Но это как бы такой вопрос, а то, что вы задали вопрос по поводу, вернее, высказали такое соображение по поводу там косить траву или что-то такое, вы знаете, здесь одна очень важная мысль, ну, это уже исходя из опыта депутатской деятельности, если депутат будет ходить по округу и только косить траву или красить заборы, это не депутат. Это просто человек, который работает в муниципальном каком-то унитарном предприятии, депутат должен организовать эту работу. Я хочу, вот я всем привожу пример, приводил, очень много встречаюсь, привожу пример фильма «Коммунисты». Он давний-давний-давний фильм, когда эшелон вез продукты в Москву, голодающую Москву, и закончились дрова, то есть топка, погасла топка в паровозе, и вот этот коммунист, тогда выдающийся актер Евгений Рубанский играл вот эту роль, и он предложил Кочегару и этому самому, и машинисту, и помощнику машиниста, давайте рубить дрова, и чтобы нарубить дрова, чтобы поезд пошел дальше, повез эти продукты. Ну, те пошли спать, а он один пилил-пилил, и утром, когда проснулись эти машинисты и все остальные, увидели вот эту гору дров, которые были нарублены, и они подключились к этой работе. Вот задача депутата – мобилизовать, организовать эту всю работу. И если, да, в каком-то примере никто никак не реагирует, взял косу, начал косить, люди увидят и тоже подключатся к этой работе. Вот это правильный такой подход депутатский. То есть депутат должен знать проблему, которая беспокоит людей, депутат должен знать, что это за проблема, депутат должен знать, как ее решить, во всяком случае, подходы к решению. И кто должен решать, вот если депутат сумеет вот это организовать, вот это настоящий депутат. Ну, здесь очень важный опыт. А мы с вами побелить, покрасить. Не-не-не, подожди, побелить личным примером тоже. На мой взгляд, вообще, вот, Сергей Иванович, наверное, больше к вам вопрос, да, учитывая, что вы в большей степени с молодежью и со студенчеством соприкасаетесь. Сейчас большое количество представителей молодежи хочет, там, сесть в депутатское кресло, да, или проявить себя в политике, да, я не говорю о юристах и политологах, по профилю, да, это свойственно специализации. Но разве может человек, не имеющий на практике, там, ни дня работы в поле, да, там, решать какие-то сельскохозяйственные вопросы, не проработав ни дня в больнице решать вопросы медицинской направленности? Ну, никто не отменял еще и кураторство, как таковое, да, то есть мы говорим о том, что все равно остается симбиоз молодости и опытности, никуда от этого не денешься, мы не остаемся... Ну, если мы вспомнили про коммунизм, кто там был депутат, например, да, человек, который какое-то время у станка отстоял, который, там, отслужил в сапогах Кирзовых, правильно? Не так разве? Смотрите, новые веяния, молодые люди и так далее, мы же говорим о ребятах, которым от 20 до 35, если так разобраться. Многие из них уже сталкивались в своей жизни и с индивидуальной предпринимательской деятельностью, и были в общественных организациях, которые занимаются теми или иными вопросами, и они, самое главное, не стремятся к тому, чтобы действительно, как вы говорите, сесть в депутатское кресло и все. То есть они развиваются и профессионально, в этом и заключается основной успех. А в качестве своей публичной активности, социальной активности, да, они получают статус депутата, они общаются, они продвигаются дальше, но не столько по карьерной лестнице, да, сколько именно во взаимоотношении со своим избирателем, со своим социумом, как говорится. Вот вы посмотрите, вот мы сидим четверо за этим столом. Ну, я о себе буду говорить, что я опытный депутат. Вот депутат, который, Сергей Владимирович, который прошел уже, ну, первую каденцию, да. И два начинающих, ну, мы будем, да, вы журналисты, все это правильно, но в качестве депутатов или предполагаемые депутаты вы начинающие. Вот, пожалуйста, срез общества. Почему молодежь? Мы уже говорили о том, что у нас обновление предполагается, и даже уже по тем предварительным спискам, не предварительным, но те, кто идут на предварительное голосование, потому что уставом партии предусмотрено, кто не прошел предварительное голосование, он не может рассчитывать на место, на решение, на поддержку партии на выборах конкретно. То сегодня, я вам хочу сказать, более 50% обновления, и даже в среде претендентов на предварительное голосование в качестве кандидатов в депутаты Государственного Совета, три студента, которые прошли процедуру конкурса, отбора, я нужен, ты нужен республике. Это было обещание Сергея Валерья, не обещание, это его позиция, чтобы те люди, те дети, которые сегодня, студенты, они, по-моему, третий или четвертый курс, да? В совместе магистратура. Да, и магистратура, да, их четыре. Три, мы предполагаем в Государственный Совет, ну попробуйте, да, одна девочка по возрасту, она просто не может в Государственный Совет претендовать на место, она идет в городской совет, Симферопольский городской совет. Вот, пожалуйста, пройдет четыре года, это люди, которые, если даже не получится у них быть, ну не пройти и не быть кандидатами, но они уже получат вот этот богатейший опыт, и вот эти пять лет о том, что говорится, кураторство, да, вот эти пять лет дадут им возможность дальше двигаться. Важно пробовать, а в нашем с вами случае, Рвин, перенимать опыт. Господа, действительно очень важно, что у крымчан есть возможность высказать свое мнение о потенциальных кандидатах в депутаты, и все желающие смогут в ближайшее воскресенье сделать свой выбор. Спасибо вам за беседу, зрителям за внимание, увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер.Лайв» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова